Уважаемые друзья, Исокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию Красногорский Богородицкий монастырь на Пинниге. Пинниге богато православными святынями. Здесь расположено два действующих монастыря. Свято-Артемиево-Веркальский мужской монастырь, Иоанновский сурский женский монастырь и ныне недействующий Красногорский мужской монастырь. Красногорский Богородицкий монастырь около ста лет назад был одним из самых прекрасных монастырей Русского Севера. Расположен на 200-м километре дороги Архангельск-Пиннига в поселке Красная Горка. Поселок расположен на высоком холме с тем же названием Высшая материковая точка Архангельской области. С вершины его открывается один из самых красивых панорам на окрестности и долину реки Пиннига. Монастырь был основан в 1606 году Макарием Красногорским. До 1630-х годов назывался Черногорским монастырем на Черной Горке. Основатель монастыря принес в обитель один из первых списков иконы Владимирской Богоматери. Наименование же Красногорский этот монастырь получил от красивого вида, естественной красоты природы. С середины 17 века настает новый период в истории Красногорского монастыря. Убогая Черногорская пустынь, как именовался Красногорский монастырь в грамотах новгородских владык, облекается в приятный вид. Дикорастущий лес сменяется лугами и башнями. Воздвигаются один за другим лучшие по виду и прочности храмы. Строятся новые кельи, дворы, амбары, мельницы. По инициативе ярославского купца Егора Лыткина в 1629 году сюда была перенесена грузинская икона Божьей Матери, после чего монастырь стал привлекать многочисленных богомольцев. Лыткин делал в монастырь богатые вклады деньгами, церковной утварью, богослужебными книгами, выстроил в монастыре по своему плану новую церковь. В Красногорский Богородский монастырь паломники стекались со всей Нижней Пиннике, кроме двух чудотворных икон Грузинской и Владимирской Божьей Матери, исцелявших недуги. Их привлекал святой источник, расположенный в километре от монастыря. У источника стояла часовня, были сделаны купальни для мужчин и женщин. После разорения монастыря святой ручей ушел, а часовня пала. Особо часто любил посещать Красногорский монастырь, сосланный на житие в Пиннигу князь Василий Васильевич Голицын. Родился он в 1643 году. При царе Федоре Алексеевиче занимал ряд государственных должностей. 7 июля 1682 года правительницей российского государства в результате дворцового переворота стала Софья Алексеевна, сестра Петра Первого. Главой ее правительства был назначен фаворит царевны, начальник посольского приказа, князь Голицын. Но он недолго занимал высокое положение. 9 сентября 1689 года князь Голицын был юным Петром Первым отрешен от всех должностей, лишен всех чинов и имений, и с женой и детьми сослан в Каргополь, а затем переведен на Пиннигу. Скончался князь Голицын 21 апреля 1714 года и был погребен в Красногорском монастыре. Могила находится, согласно источникам, на южной стороне аршинах двух от церкви, накрыта небольшою плютою. В стенах Красногорского монастыря хранились дары знаменитого князя. Среди вещей, принадлежавших ему, было старинное зеркало довольно большого формата, украшенное фольгой и позолоченными орлами, чистой отделки. Мастера оружейной палаты Кремля изготовили это зеркало для Софьи Алексеевны. По преданию, влюбленная царевна подарила зеркало князю. В 1904 году зеркало перешло в собрание памятников Архангельского и Пархиального древлехранилища, а в 1920-х годах поступило в Архангельский краеведческий музей, где оно и хранится до сих пор. В 1920 году Красногорский монастырь был разорен и закрыт. Судьба обеих монастырских икон Грузинской и Владимирской неизвестна. Точная копия грузинской иконы с XVII века привлекает паломников в Раивский и Богородицкий монастырь под Казанью. До 1921 монастырь оставался действующим. В разные годы здесь располагались коммуна, совхоз, размещался детдом и лагерь отдыха для детей. До 1990-х в уцелевших монастырских постройках размещался психоневрологический интернат. До конца 60-х прошлого столетия храм стоял крытый, то есть без руин, пока в купол собора не попала молния. На стенах здания до сих пор видны фрески Рождества Пресвятой Богородицы и Успения Пресвятой Богородицы. В 2006 году были восстановлены жилое здание монастыря, его постройки и обустроена прилегающая территория, в основном для нужд туристического комплекса Красная Горка. Через некоторое время восстановленные корпуса снова пострадали от пожара. В наши дни от былого великолепия монастыря остались и дни руины. Время делает свое дело, разрушая сохранившиеся до настоящего времени постройки. А поэтому стоит заглянуть на Красную Горку, насладиться великолепным, захватывающим дух видом на окрестные леса, луга, изрезанную островами Пиннигу. Находясь на территории монастыря, можно легко представить, как здесь когда-то кипела жизнь, и мудрый старец размышлял о судьбе России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!